Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами постараемся выжить в школе, в игре под названием White Day. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а мы уже начали на сложности нормально. Я просто хотел дать ей маленький подарок. Вместе с ней потерял дневник. А вам не кажется немного странным ходить в школу ночью? Это прямо очень странно. В 10 часов вечера. Но я поел в школе. Что? О чем речь? Что он поел в школе? Он пришел поесть в школу? Восстанавливаете силы и сердцебиение. Короче, очень странный чувак решил пойти ночью в школу, чтобы поесть. И отдать кому-то подарок. Возможно, поварихе. Почему нет? Оу. Так, это похоже на ловушку. Так и знал, что не нужно ходить в школу по ночам. Ну, давайте разбираться, что вообще тут происходит. Главное здание. Секция 1. 13 марта, 10 вечера. Окей. Вы можете бежать или присесть, используя кнопку бег или приседания. Ваши шансы быть пойманным уборщиком уменьшаются, когда вы на корточках. У вас закружится голова, если бежать слишком долго. Обязательно сделайте перерыв. Понятно. Тут еще какой-то уборщик, который может меня поймать. Я должен пойти в младший класс 8. Так, тут какие-то документы. По всей школе спрятаны различные документы. Документы полны секретами школы и советами по прохождению. Если вы знаете, что делать дальше, попробуйте повнимательней... А, не знаете, попробуйте повнимательней изучить найденные документы. Как его взять? Журнал передачи ключей. Это уведомление для учеников. Если вы еще не получили школьный журнал, пожалуйста, заберите свой экземпляр в младшей комнате 6. Новым и переведенным ученикам настоятельно рекомендуется получить копию, так как он имеет школьную карту и содержит информацию о школе. Так, школьная карта мне явно не помешает, друзья. Что у нас тут? Ну, просто... Опа! А в часах что-то может быть, да, полезное? Пока не совсем понятно, что. Просто внизу бумажный журавлик. Подъемный экран сделан из черной бумаги оригами. Короче, ничего не понятно. В общем, у нас есть, по идее, две комнаты. Шестая и восьмая. В шестой мы можем найти карту школы. Если я правильно понял, в восьмую нам надо идти. Так, тут у нас толканы. Давайте включим свет. Окошко, через которое можно было бы попытаться выбраться. Поломанные двери. Это я. Красавчик, да? Так, ну, все ясно, все понятно. Оу. А где унитаз? Что за дела? Блин, ненавижу дырку в полу. Это самое отвратное, что можно придумать. Но вообще в азиатских странах это часто считается нормой. Дырка в полу им так привычнее, им так удобнее. Так, что у нас тут? Документ, еще один. Секрет пруда. Давным-давно раньше был небольшой пруд между главным зданием и актовым залом. Говорят, что пруд был создан в результате взрыва бомбы во время войны. И там были уничтожены палатки беженцев, которые были там. Очевидно, каждый беженец в палатке умер. Было сказано, что дно пруда было окрашено красной кровью. Есть еще один рассказ про пруд. Если вы напишите вашу просьбу и придете к пруду, и они исполнятся, вы будете жить долго и счастливо. В предупреждение, если никто не появился, то вы умрете от проклятия пруда. Да, Сом, тихим и застенчивым студент, была влюблена в старую студента по имени Чан Елем. Ее ревность все больше какие-то, короче, истории про призрака в школьный пруд, войну и прочее. Еще какая-то... Страшно! Текстовые сообщения помогают новичку по ходу игры. Текстовые сообщения не предусмотрены более сложным режимом игры. А как прочитать? Услуга не может быть оказана в это время, поскольку не может быть подтверждено ваше местоположение. Вы можете испытывать проблему с голосовыми вызовами. Ну, просто СМСка, которая говорит о том, что я не могу ни с кем связаться. Установка светильников, ну, короче, это тоже бесполезно. Так, тут нам нужен ключ. Оу. В классе темно. Надо бы включить свет. Для того, чтобы забрать предметы или документы, а также взаимодействовать с объектами, должно быть достаточно света. Вы можете включить свет в аудиториях. Ну, я понял. Выключатели излучают слабый свет, и вы можете легко найти их в темноте. А, не... Не выключайся, свет, пожалуйста. Еще один документ. Записка от президента класса. Кстати, ребята говорят, что он очень забывчивый. Так что выигранные награды, которые в кладовке, используют в качестве пароля для сейфа. Окей, подожди. А какой это номер класса вообще? Этот стул был раньше здесь? Я что-то не помню, что он тут был. Так. Какой это номер класса? Не совсем понятно. Шестой или восьмой? Тут еще что-то светится. Это школьный журнал Школы Йомту. Поскольку это первый выпуск учебного года, есть карта школы в предложении для первокурсников. Отлично. А как посмотреть карту школы? Ага. А как? Пауза. Вот карта. Все, понятно. Это как раз таки шестой. Нам нужен восьмой. Но это, наверное, на другом этаже. Да, на втором. Окей. Поднимемся на второй этаж. Здесь мы... Лекарства. Для восстановления здоровья и сил используйте мгновенные закуски, кофе, соевое молоко, успокоительное и аптечку. Перейдите в меню лекарства, рюкзака. Но подожди. Во-первых, я пока не ранен. Да? То есть... А меня могут ранить здесь? Ну да, это вроде как хоррор. Поэтому вполне возможно, что кто-то меня сможет ранить. Ничего в шкафчиках нет. Лады! Погнали на второй этаж тогда. Попытаемся... Когда вы приближаетесь к открытой двери, появляется значок круга. Если вы кликните по этому значку или приблизитесь к двери, она откроется. Открытые двери автоматически закроются, если вы отойдете от них. Если дверь заперта, значок появится только если у вас есть нужный ключ. Ну, ключа у меня по всей видимости... Я слышал странные звуки. Ключа у меня, короче, нет. Опа! Я думаю, что есть кто-то еще в этой школе. О, девчонки! Блин, ну... Совсем другое дело. Привет! Как мы туда попадем? Да, интересно, как нам это сделать? О, ты очень сильно напугал меня. Эээ... Не знаю, да я и сам испугался вообще-то. Если честно. Ой, я видела его. Он новенький студент. Хм, правда? В любом случае, я ухожу. Увидимся. Она милая и красивая. А это какая-то злая по лицу, судя. Я Санаким, класс 8. Сайон Хан в том же классе, как и ты, верно? Но лучше представиться, наверное. Я Химин Ли. Это было неожиданно, но приятно познакомиться. Так почему ты пришел в школу в такое время? Я тут кое-что оставил, вроде как. Да? Я рада, что ты здесь. Ты будешь мне помогать. С какой стати? Эээ... Ну ладно, девушкам надо помогать. Милым и тем более. Чем Пангу помочь? Хм, есть одно. Следуй за мной. Ну, пошли. Но тоже странно, что эти девчонки делают ночью в школе. Чижен и я не знаю, что мы будем делать. Слава богу, парень, как ты появился. Ты определенно имеешь все необходимое, чтобы помочь мне. Кстати, друзья, перевод довольно странный и кривой в игре, как мы можем видеть. Чтобы сохранить игру, воспользуйтесь досками объявлений, развешанными по школе. В случае смерти персонажа или неожиданного выхода из игры, вы можете продолжить игру с последней сохраненной точки. Так, а где доска объявлений? Вот она, да? А, нам нужен фломастер, чтобы сохраниться. Просто великолепно. Дай сюда фломастер мне. Не дашь, да? А зачем мы идем в туалет? Я не хочу, поэтому... Добро пожаловать. Впервые в туалете для девочек? Нет, я уже был здесь сегодня. Какая помощь тебе нужна? Почему? Ты боишься, что будет что-то странное? Я ставила свою книгу в классе А.С. Я не могу попасть внутрь, потому что он заперт. Я знаю, что ключи в классе автомеханики, но она также заперта. Но ты можешь проползти через вентиляционную шахту и получить ключи. Ну, ну, я не знаю. Ну, мне интересно, конечно, но я не хочу ползать в шахте. Там страшно, тесно, и там пауки и жуки. Ну, ладно, я поползу. Спасибо, я знала, что ты поможешь мне. Хм, нужна лестница. И нам нужен какой-то режущий инструмент. Почему бы не оглядеться? Так, нам нужно будет как-то шахту эту открыть, получается. Да, и найти лестницу. Ну, я... Так, в раковине что-то есть. Школьная монета. Монета, выпущенная в школе. Вы можете использовать ее в магазине или в автомате. Ясно, понятно, хорошо. Так, нужна лестница и... Подожди, а класс восьмой? Я вообще туда пойду? Нет сегодня? Так, что-то острое и лестница. Как далеко эта лестница? Она должна быть тут? Или она должна быть на этаже? Ну, вряд ли тут, потому что откуда здесь взяться лестница, да ведь? Может быть туда можно как-то... А, можно прятаться в туалете! Прикольно, я буду знать. А как я спрятался? Подожди, а как я спрятался? Я не... Я что-то... Я что-то нажал и спрятался. Стоп, а если еще раз спрятаться... Подожди. Как я... Во! Посмотреть налево можно? Нет. Я думал посмотреть вниз и что там находится. Ладно, я что-нибудь придумаю. Стой тут, никуда не уходи, не убегай. Попробую найти, что тебе надо. Что-то острое и лестница. О, фломастер. Да, фломастером можно делать записи, по идее. Сохраниться давай. На всякий случай, мало ли. А есть у нас список заданий, типа... Ну... Документы, слухи, школьные документы, история о привидениях, записи. А именно задания. Или я должен по памяти все помнить? Я не умею... У меня плохая память. Так, ладно. Стул можно использовать как лестницу в теории. Так ведь? Но, видимо, он не подойдет. Ладно. Идем дальше. Класс закрыт, разумеется. Что это? Здесь тоже все закрыто? Ну, конечно. А вот, смотрите. Кусачки. Отлично. Прекрасно. Они нам подойдут. А вот лестница... А вот и лестница. Кстати, можно, наверное, купить чего-нибудь. А нет, у меня... А нет, хватает. Смотрите, я могу купить. А как купить? Ха, закинуть монету, а потом выбрать. Логично, на самом деле. У меня теперь есть банка кофе. Я смогу угостить милую девушку. Записка стройплощадки. Ремонтные работы по свету на первом этаже главного здания. Работа в мастерской по электропроводке будут большие планы работы, чем предполагалось. Ремонт требует более масштабных строительных работ. Удаление вентиляции, соединяющие мастерскую, кабинет домоводства... А! Что, кто звонит? Алло? Ну ладно. Я потащил лестницу. Нафига звонить? Это вообще-то телефонное хулиганство. Осуждаю. Наверное, такой же поехавший чувак, как и я. Звонит ночью в школу. Кто-то приходит ночью в школу. Кто-то звонит. Ну что, дорогая моя милая леди, смотри, что притащил. Тебе как такой вариант? Я полез, да? Ну я полез. Так, доставай кусачки. Срезай вентиляцию. Ну, была не была. Мне бы фонарик какой-нибудь, конечно, было бы классно. Я бы чувствовал в себе немного спокойнее. Стоп, так а какой в этом смысл? А, я понял. На право поворот есть. Стоп, что? Вау! 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 Жестко! За что так жестко? Он просто забил его бейсбольной битой. Наглухо. Просто уничтожил его. А за что? Это и есть тот школьный охранник? Но какие-то методы у него радикальные. Кстати, это на первом этаже, где мы были. Я не хочу туда идти опять. Честно говоря. Хотя там эта девчонка и она осталась... О, здесь пар, дым. Так вот, эта девчонка, она осталась одна. Я беспокоюсь из-за нее. Я не могу пройти мимо. Тут слишком много горячего пара. Некоторые головоломки нужно решать, используя курсор. Когда курсор принимает форму руки, это означает, что вы можете управлять данной деталью головоломки. Передвигайте, чтобы решить ее. Но... В какую сторону крутить-то? Ну, вроде правильно. Клапан закрыл. Так, здесь у нас тупик, да? Погоди. А тут тоже тупик или не тупик? Здесь тупик. А здесь еще один клапан. Наверное, его тоже закрыть нужно. Ну все, теперь проход должен быть открыт. Там как раз было две трубы прорвано, да? Если я не ошибаюсь. И ставить клапан... Вообще-то, в вентиляции... И вентиль... Такое себе, на самом деле. Это получается, чтобы его перекрыть, нужно лезть в вентиляцию. Странное решение. Инженерам, которые проектировали эту школу, оторвать бы руки. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Че трясется-то все? Не тряси! Чего? Это подстава какая-то! Зачем меня сюда отправили? Это че за круг призыва демонов? Надо, наверное, отключить... Сигнализацию? Или что я должен сделать? Записка инженера. Существующий жгут витой пары. И металлические провода серьезно проржавели. На это потребуется несколько дней, чтобы исправить безобразие. Причины коррозии неизвестны. Если коррозия приведет к перегрузке, вызовет тревогу. Чтобы обойти это... Короче, нужно подключить третью и четвертую розетку, если я правильно понял. Чтобы выключить сигнализацию. Ну а где это третья и четвертая розетки? Я ничего не вижу, слишком темно. Тут должен быть выключатель, но его тут нет. Ну вот, наверное, здесь переключателей какие-то нет. Может тут? Третья и четвертая... Подожди. Я, наверное... Откуда идет энергия вообще? Надо соединить третью и четвертую, да? Вот так. Все, теперь понятно стало. Но что это был за круг призыва демонов? Вот ключ. Какая-то, опять же... Какой-то блинчик магический. Знак металла. Знак дерева, на нем знак металла. Испускает удачную энергетику. Ключ класса домоводства. Хорошо. Ну что, будем выходить отсюда тогда? Привет! Ты уже здесь? Я сделал. Неплохо. Спасибо большое. Эта школа кажется опасной. И я думаю, что тут сумасшедший уборщик. Ха. Ты не пытаешься меня напугать, да? Я не настолько наивна. Ой, а ты знал? Эта школа была госпиталем во время Корейской войны. Ходят слухи, что вся школа в призраках. Потому что здесь много людей погибло в то время. Может, слухи и правдивы? Я имею в виду, особенно в такую ночь. А, ты чего? Получишь в следующий раз по жопе. Ха-ха. Я тебя напугала? Я думаю, ты не веришь в истории о привидениях, да? Ох, двери, наверное, закрыты сейчас. Они запирают все двери после десяти, кроме коридора лекций. Как это? Если мы хотим выбраться, мы должны пойти в лекционный коридор. Ты знаешь, новое здание, лекционный коридор, все связано, верно? Здесь ключ от коридора. Не мог бы ты его открыть по дороге? Иди дальше. Мне еще кое-что нужно сделать. Так, а кабинет садоводства? Главное здание, центральный ключ коридора. Отпирает пожарный ящик на первом этаже центрального коридора в главном здании 1. Так, подожди. А кабинет садоводства? Ты туда уже не собираешься идти, что ли? Это какой кабинет вообще? Мы ж нашли ключ, и не совсем понятно, какой это кабинет. Ну, явно, наверное, этот. Давайте посмотрим по карте. Главный экономический класс, мастерская. А как подняться-то на... А-а-а, там, где лестница, там сейчас охранник. Жестко. Так, ну, наверное, она имела в виду вот этот коридор, да? Да. Я отпер ее. Так, мы снова тут. Все коридоры и все помещения дико похожи друг на друга. Тихо. Оу! Так, это плохо! Это плохо! Это очень плохо! Беги! Пацан, он вроде хромает, поэтому беги. Что-то ты медленно бежишь, беги быстрее! Еще быстрее беги! Я не хочу прятаться потом сам от него. Ты должен сам от него спрятаться, без моей помощи. Ой, спасибо. Еще одна милая девушка. Тс-с-с! Ох, это было так близко! Если прокрасться ночью, то уборщик будет очень злым. Если он тебя поймает, то наказание будет суровым. Ээээ... Он выглядит сумасшедшим! Вот это и страшно. Зачем ты так говоришь? Ты переведенный студент. Я в твоем классе, помнишь? Ты была с Сайон сегодня? Я не помню. Это хорошо, вы только пришли. А Сайон это его сестра выходит. Я Джин Соль. Ты Химлин, да? В любом случае, что ты здесь делаешь в такое время? Эээ... У меня... Есть что-то для Сайон. Правда? Скажи мне что-нибудь. Я всегда вижу тебя одного. У тебя нет друзей? У меня есть ты! Она классная, милая и красивая. А, да, верно. Да, ты сделаешь больше скоро. Ладно, я пойду. Будь осторожен. Блин, я не хочу, чтобы она одна тут бродила. Я переживаю за нее тоже. Уборщик, обнаруживший игрока во время патрулирования школы, начинает его преследовать. Будьте осторожны, когда вы выключаете свет или бежите. Шансы не быть замеченным сторожем уменьшаются. При игре на легких уровнях сложности, при приближении уборщика появляется значок глаза. Но у меня... У меня нормальный уровень сложности, не легкий. Но значок глаза я все равно вижу. Я ничего не вижу. Слишком темно. Что у нас тут? Ничего. Так, ладно. Тут тоже ничего? Может, здесь что-то есть? Слишком темно. Да я не хочу включать этот. Привет! И что мне делать? Эй, мужик, ну! И что? А, не честно. Я бегу. Я просто не знал, что делать. Почему он пришел сюда? Открывай, открывай двери! Открывай, куда бежать? Я в ловушке. А, отстань, 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 отстань от меня. Я убегу от него, как думаете? Я думаю, что нет. Надо закрыть двери за собой. Пошел нафиг. Надо спрятаться. В туалете. Фух. Он меня довольно-таки неплохо отделал. Да просто я пока думал. Я думал, ну, я не буду включать свет, он меня не заметит. А он все-таки заметил меня. Он идет сюда. Он же не откроет дверь, правда? Мистер уборщик, идите домой, уже поздно. Вам пора спать, мистер уборщик. А на карте, интересно, он показан? Он стоит здесь. А как снова в щель посмотреть? А как снова посмотреть в щель? Ладно, мне нужно съесть еду, которая у меня есть. Лекарство. Вроде бы немного подхилился. Через вентиляцию? Я не полезу. Он уходит. А мне бы сохраниться не мешало бы. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. Счастья вам. А еще сохраниться без фломастера нельзя. Жесть. Пока, друзья.